Здравствуйте! В эфире ОТВ программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. С приходом тепла в Московской области участились случаи выпадения детей из окон. Чаще всего это, к сожалению, приводит к летальному исходу. Как предотвратить несчастные случаи? Об этом мы сегодня поговорим с начальником управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Георгиевна Лемарова. Здравствуйте, Ольга Георгиевна. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вот сегодня у нас не очень такой, наверное, приятный повод для разговора. Происходили ли вот такие несчастные случаи в Одинцовском округе? Женя, если позволите, я бы хотела сказать о том, что в Московской области зафиксировано в 2018 году 82 случая выпадения детей малолетних от года и до 7 лет из окон. И 12 детей из этого количества, из 82, погибло. В нашем Одинцовском районе тоже, к сожалению, было 14 выпадений малолетних детей из окон, и один ребенок, к сожалению, с огромным сожалению, погиб. Это с девятого этажа в результате падения москитной сетки, и ребенок вот таким образом выпал. Маленький ребенок был совсем 2 годика. Поэтому, конечно, очень жаль. И хотела бы сказать, что безопасность наших детей в руках наших родителей, в руках служб, которые стоят на защите прав и интересов несовершеннолетних. Ольга Георгиевна, Вы уже сказали про москитную сетку. Я так понимаю, что условия, при которых вот эта ситуация несчастная, к сожалению, складывается, они примерно всегда одни и те же. Совершенно правильно. Примерно одни и те же. И сегодня наша задача совсем не учить, учить, поучать родителей. Правильно? А еще раз просто дать рекомендации, чтобы родители обратили внимание, что может случиться, если эти рекомендации они не будут исполнять, не будут выполнять. Поэтому, уважаемые родители, очень просим, большая просьба, как всем к вам. И сами, пожалуйста, выполняйте, исполняйте данные рекомендации. И своим соседям скажите. То есть, в общем-то, каждый взрослый человек, он несет ответственность за жизнь и здоровье наших маленьких одинцовцев. Про москитную сетку мы с вами уже начали говорить. Москитная сетка. У многих родителей, да, кажется, что ребенок облокотился и ничего страшного. Или что он вообще до этой москитной сетки, собственно, и не дотянется. На самом деле, это такая иллюзия безопасности. Чаще всего именно она злую шутку играет. Совершенно правильно. Поэтому, уважаемые телезрители, Евгения, вот комиссия областная по делам несовершеннолетних передала нам в наш район и во все районы Московской области вот такие очень красивые плакаты. Вот такие плакаты мы передали во все детские сады, во все образовательные учреждения нашего Одинцовского района. И попросили руководителей учреждений детских, и не только школ и детских садов, но и поликлиник, больниц на самом видном месте разместить эти плакаты. Здесь все рекомендации для родителей даются. Нельзя оставлять детей без присмотра. Нельзя оставлять детей под присмотром пожилых людей или несовершеннолетних детей, и братьев, и сестер. То есть с чужими людьми стараться не оставлять. Далее, конечно, окна открытыми не оставлять. Сейчас жарко становится, тепло, нам дома жарко, правильно? Может быть, не у всех есть кондиционеры, кто-то не хочет их включать по каким-то причинам. И, естественно, открываются окна, ну что такого? Мы уже говорили и говорили не раз, вот в связи с тем, что данный вопрос очень серьезный. Операцию «Безопасные окна» мы проводим с 17 апреля, уже как бы давно, но, тем не менее, продлили эту операцию до 1 июня. Я хочу напомнить родителям, что москитная сетка, сетка, она не выдерживает веса даже маленького ребенка. Должны использоваться специальные замки или решетки на окнах. То есть ограничители, блокираторы, детские замки, цепочки, решетки. Но так, чтобы эти окна действительно были безопасными для наших детей. Желательно, наверное, чтобы под окнами ничего не стояло. Ни в коем случае, возле окна ничего не стояло. Хотя детки-то наши хитрые, могут и подвинуть. Необходимо убрать и стулья, и кроватки, и столики, и пуфики. Все-все-все подручное. Совершенно правильно. Они у нас очень смышленые детки. Не случайно мы начали с вами с того, что рекомендуем взрослым не оставлять детей без присмотра. Ведь вот эти выпадения из окон, я уже, наверное, говорила, и те, кто следят за вашими передачами, те, кто смотрит внимательно ваши передачи, то уже слышали о том, что дети выпадают, когда взрослые дома на месте, в другой комнате, пошли пить чай, там бабушка жарила котлеты, ребенок облокотился на москитную сетку. Вот такие несчастные случаи бывают, если не исполнять рекомендации, данные и комиссии. Те рекомендации, которые даются в поликлиниках, в детских садах, в образовательных учреждениях. Не оставлять детей без присмотра. Ни в коем случае, ни на секунду. Ни на секунду. Ольга Георгиевна, операция «Безопасные окна». Какие мероприятия в рамках этой операции в Одинцовском округе проводятся или, может быть, уже проводились? Хочу сказать, что вот я буквально час тому назад была на совещании заведующих детскими садами нашего округа уже теперь, и Одинцовского района, и города Звенигорода. Присутствовали все руководители детских дошкольных учреждений. На этом совещании были даны также рекомендации. Далее хочу сказать, что мы действуем через наши фонды общественные и благотворительные. Это и «Супермамочки», и фонды «Доброе сердце» и так далее. Все наши, могу назвать, и фонд «Лизонька». Мы тоже просим их организовать работу с родителями по просвещению родителей. Далее проводим клуб «Преодоление». Приглашаем родителей нашей категории в основном. Тоже говорим, объясняем на этом клубе, показываем, рассказываем всё. Проводим беседы с ребятами, со старшими братьями и сёстрами, которые обучаются в школе. То есть нельзя деток оставлять без присмотра. Вот эти беседы, по вашему мнению, насколько родители их воспринимают? Или всё-таки есть такая позиция, да вообще-то мы родители, мы знаем, что нам с детьми своими делать? Если вы заметили, Евгения, я и начала свой разговор с того, что мы вовсе не хотим учить никого. Все взрослые люди, да, действительно, они родители. И в первую очередь, в первую голову за безопасность и здоровье своих детей отвечают они. И, знаете, вот такое иногда наплевательское отношение. Я родитель, я сам знаю, больше знаю. И когда делают замечания, наверное, нужно прислушаться. Делается замечание не для того, чтобы кого-то пригвоздить к позорному столбу и сказать, фу, какой ты плохой родитель. Совсем нет. Мы просто в заботах родителей, у кого маленькие дети, правильно? Конечно. Другой раз даже, может быть, не могут привести в порядок свои мысли, если, например, не один ребёнок, а несколько детей, да, там, многодетная семья. Если, может быть, мама одна целый день с этими детками. Конечно, могут быть и такие нюансы. Поэтому всегда говорят, пожалуйста, вспоминайте, вспоминайте рекомендации, не обижайтесь. Наоборот, просто примите во внимание и сделайте так, как вам советуют. Собственно, это нужно. Не управлению по делам несовершеннолетним, а ради безопасности, собственно, их детей. Конечно. Нам тоже очень нужно. Мы очень переживаем за всех наших ребятишек, за всех наших ребятишек, которые проживают в округе. Ольга Георгиевна, наступает лето, и, как правило, в Подмосковье проводится ещё и операция подросток. Будет ли она в этом году проводиться? Обязательно. У нас всегда проводится эта операция. Даже без того, что определяются рамки этого мероприятия, операция подросток, мы проводим и безнадзорные дети, и семья, и игла, и подросток. Все-все-все этапы этой профилактической операции обязательно проводим в нашем районе. А без этого как же? Мы не сможем выявить семьи, которые находятся в социально неблагополучном положении. Правильно? Семьи тяжёлой жизненной ситуации, детей, которые без надзора родительского глаза оказались вдруг у нас здесь. Поэтому, конечно, и в этом огромную помощь нам оказывают не только органы, представители органов системы профилактики, но и также простые неравнодушные люди, наши соседи, бабушки, дедушки, которые видят, которые наблюдают, и, в общем-то, звонят и говорят нам, где в семье плохо. И мы думаем со всеми вместе, как эту семью из трудного положения вытащить. Вот, кстати говоря, и в социальных сетях очень часто появляются фотографии детей, которые стоят на подоконнике. Вот недавно была фотография, когда уже окно открыто, и двое детей маленьких стоят. Что делать в ситуации, если вдруг прохожий стал очевидцем вот такого ужаса? Куда обращаться? Жень, ну, конечно, служба 112 у нас есть. Но пока ты будешь обращаться в ту службу, может что угодно произойти. Конечно, не нужно кричать. Вот здесь, конечно, очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Как быть, как поступить? Да, детки выходят. Ты начнешь кричать, испугаются. Испугаются ребенок, конечно, испугаются. Дети, они же очень любопытные. Вот в прошлом году был случай. Девочка посмотрела на кошек, которые хорошо, это был первый этаж. И родители были дома, и бабушка была дома, и старшие братья были дома. А вот ребенок выпал из окна. Кошек хотел посмотреть. Ну, насколько я помню, ребенок все равно достаточно серьезно пострадал. Ребенок, ну, вы же прекрасно понимаете о том, что выпасть из окна любого этажа, это же, в общем-то, вред всем органам детским. И обычно сотрясение мозга бывает, и переломы бывают. Естественно, естественно. Поэтому надо быть внимательным. В крайнем случае 112 мы набираем. 112 набираем сразу, да, 112 сразу набираем. Может быть, есть кто-то из соседей. Позвонить быстренько соседям, чтобы зашли в квартиру, предупредили. Вот даже не знаешь, как в таком случае поступить лучше. Ну, надо действовать очень аккуратно. Надежно, аккуратно, осторожно. И, естественно, не распыляться, не кричать, не создавать вот такую нервозную ситуацию. Потому что, в первую очередь, занервничают дети на подоконнике. Спасибо большое, Ольга Георгиевна, что пришли к нам сегодня в студию. Надеюсь, что в Одинцовском округе этот теплый период пройдет максимально спокойно. Евгения, мы так надеемся. Мы просто призываем всех родителей исполнять рекомендации данной комиссии по делам несовершеннолетних. Спасибо большое. Самое главное, не оставляйте своих детей без присмотра. Берегите друг друга. И спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ.